Твою мать! Чё ты сидишь? А что случилось? Ты чё, взрывы не слышала? Слышала. Я думал, это опять банан на пляже лопнул. Ну потому что на нём опять русские пьяные солдаты с орденами плавают. Нет, в этот раз не банан. Это по нам украинцы стали попадать. Так надо бежать. Да куда бежать? Следующий прилёт точно по мосту будет. А что ж тогда делать? Что делать? Сядь, успокойся. Я в четырнадцатом году всё придумал. Я и сейчас всё придумаю. Значит, запоминай. Хорошо, Коль. Нет, я теперь не Коля. Я Мэкола, как и раньше. А ты, как и раньше, Ганна. Мэкола. Всё, держи. Подожди, а если русские всё-таки справятся и отодвинут их? Да какой справятся? Они с бананом справиться не могут. Перестань. Вот, держи. Надевай. Что это? Вышиванка. А где ты её взял? Я ещё в четырнадцатом году в лесу сумку закопал. Не в лесу, в аю. Чуйка была, что вот это всё ненадолго. Так. Держи вот это. С этим будешь за собой встречать. С хлебом. Каким? Треснул бы сейчас раз. Это не хлеб. Это полянытя. Как? Па-ля-ля-ны-тя. Полянытя. Полуница. Сука. Ладно, скажем, что ты глухонемая. Всё. Так. Где у нас эти банки с чёрной и красной икрой? А, то, что на День России мы вот... Аня! Ганна, я сказал, ты глухонемая. Всё. Так. Встретим с икрой. Скажем, червоный то любо, а чёрный то журба. Да, нормально. Так, последнее. Сынок, иди сюда. Так. Держи. И ты держи. Садись. Вот это будем учить и петь, когда придут. А как же я буду петь, если я глухонемая? Сука. Ладно, мычи. Просто будешь мучать. Приготовились. Три, два, один. Батька наш, Биндера, Украина мати. Мы за Украину пидем воювати. Три, два, один.